В густой листве и ленинке, в лесах кружой земли, Монахи и насильники обидел во время. Храм и подруги скрунны, как умыслы чисты. Среди кладбища темного лампады и трясты. Родным звучит наречие, а здесь двум колоколов. И богу птицы певчие, хвалу поют без слов. Нельзя не позовить друг другу такого же тюрьма. Мне без милок не видовать всю судьбу свою. Владычица Парилова, любовью гребен, смирением солидирован и верой гребен. Действительный, несказанный, приветлив встретил строк, Как Христа за пасухой живут монастырек. Я поминала, что Глеб Линков был сюрреалистом. Я его считаю сюрреалистом. У него очень есть долгие классические филеорические стихи. А есть абсолютно эстюрные и очень двадцать первого века. Вот, например, такое. Да, я сказала тебе, корыто, что мне любовь твоя нужна. Ты прокинула корыто, подруга, пленница, жена. Встаю, сгораю, еще к нам линии. Ведут часы, борту на зла. Ты от моих поползновений под шкаф тихонько поползла. Там плыть, там остро пахнет мышью. Встаю, под зеленый забыт. А из-под шкафа беет тишью. И туфля нищая торчит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Быть американкой ей не подруг. Вместо правов — банки. Вместо счастья — труд. Тонкая, как птица из волшебных стран. Только не летится ей за океан. Как в сухом болоте, В непоглядной пиле тяжко ей живет С ядной земле. Она в дым и громстве муче, Из любя, из раздельно русской чувствует себя. Что же делать в акции? Я и не судья. Мне ведь тоже сеансы. Да, я и короля. АПЛОДИСМЕНТЫ Пояснение. Вообще у него очень много стихов. Они все абсолютно разные, как тут написано, разные люди. Но вот последнее. Кто знает, что такое домовой? И кто такой домовой? Да? Догадываемся, да? Вот пояснение, которое каждый может понять по-своему. Понял я, освоил. Пыль не небылица. Мутный глаз, по-моему, Хвостик и копытца. Поначалу страшно было везти руж. Слышать, как он кашлял. Слышь понемножку. Но потом везти руж. Стало много легче. Позже в утраде мы, Как сарчок запечный. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ